Всем привет, ребята, и хорошего вам настроения. Сегодня поиграем в Зад Зе Ген. То бишь, какая курочка. Ребята спрашивали давно, играл ли я её или нет. Да, я скажу, я в неё играл давненько. Ну, теперь, мне сказали, здесь очень много обновлений прошло. И я решил в неё поиграть, посмотреть, что же здесь новенько. Вот моя в данный момент армия. А у нас кукла Вуду. Ну что же, давайте покажем, где здесь раки зимуют. Вот, давай, тётушка, ты у меня со сковородочкой наковыряешь им там всем. Так, а вот он каких-то чучель огородных выпускает. Ага, ну, всё в своём роде. Всех своих пугал и так далее и тому подобное. Но, как вы знаете, у меня сборочка ещё та. И против неё никто не устоит. Конечно же, конечно же, очередная победа в мою пользу. И я получаю награду. Получил тётку, молнию. Ну и продолжаем дальше. Так, что тут такое? Ну, это всё понятно, что я выполнил квест и так далее и тому подобное. Что вы мне там показываете про кристаллы? Мне это как-то неинтересно. Go4B. Да, этого мне тоже пока не надо. Какая внутренняя ошибка сервера? Вы о чём? Такого не может быть. Никаких ошибок нам не надо. Нам надо продолжать наслаждаться игрой. Так, да что ж такое-то, а? Вот. Ну что, у меня третий уровень. Первую часть мы прошли. И приступаем ко второй. Кого он там выбрал-то себе? Тётку, дряблого старика-лучника и крестьянина с вилой. У которого ещё, к тому же, на голове курочка сидит. Ну, мы эту курочку, естественно, поймаем, зажарим и съедим. Так, давай, мой кактусёнок, наваляй-ка им там всем. Крот пошёл. Так, пора нам вызывать нашего... Вот я так и не понял, кто это у нас всё-таки, гном или курица? Ладно, это не важно. Главное, чтобы победа была за нами. И она, поверьте, будет. Потому что больно лёгкие пока нам дают противники. Противников. Насколько вы, ребята, помните, всё начиналось с того, что какой-то маленький гном выпил в баре пилюлю или, как сказать, там, какой-то напиток и превратился в курицу. И теперь за этой курицей все гоняются. Не знаю, правда, в чём смысл, но нам надо её поймать или его. Но это не суть. Суть в том, что мы получили молнию. И переходим с вами на третий уровень. Так, он себе добавил кого? Крота и какого-то, по-моему, механического голема, да? Если я не ошибаюсь. Ладушки, тётушка, вперёд. Так, крот вышел у неё. Хорошо. У меня, кстати, блин, надо будет заменить мне кактуса, кажется. Ладно, это всё будет немножко попозже. Пока мы и так всё справляемся. Вот крот, конечно, мощнявый. Мощнявый, тут ничего не скажешь. Поэтому выпускаю крестьянина. И, естественно, выпускаю свою курочку. Я его буду называть курочкой. Потому что он более похож на него, да? С гребешком, с крахалком, все дела. Ну, правда, какой-то магический. Потому что он постоянно пьёт какую-то пробирку. А у неё свои специфические там эффекты. Лечение, заморозка и так далее, и так подобное. Всё. Этот партишка долго не устоял. А победили мы его элементарной простецкой армией. Так, я получаю награду. Что тут? Крестьянин. Так, семь карточек у меня крестьянина. Ещё буквально три. И я его смогу прапать. Только зачем, сам не знаю. Ладно. А кого я вообще могу прапать? Я могу прапать только курочку, да? Или нет? Так, кактусы. Это я что такое? Торни. Бесплатно. А, это я забрал. Всё понятно. Так, ага. А этот у нас за 50 голды забирается. Так, здесь у нас сундучок. Тоже бесплатно получаем. Угу. 10 карточек крестьянина. 10 карточек кактуса. Так, подождите. Бесплатно забираем кристалл. И бесплатно берём золото. По-моему, больше тут ничего нет бесплатного. Ну, хотя бы, хотя бы и на этом спасибо. Так, а что мы можем? Давайте-ка мы улучшим свою курочку. Жёлтая Янси. Так. Он у меня получил 2 из 40. Ну, это слишком мало. Так. Крота. Естественно, крота. Да, кстати, ребят, звёзды, я смотрю, здесь вроде как поувеличилось. Значит, эволюции будет здесь очень и очень много. Да, я вижу, у них новые скиллы там добавляются. В общем, должно быть всё эпично, красиво и захватывающе. Так, а что, я не могу в ней спустить, да? Не получается у меня. А, нет. Могу, могу, ребята. Так, глава 19-20. Так, а это почему? Для чего? Куда? Так, это уже пошло у меня за бабульки. За денюжки, да? 2000 голды. Не могу, потому что нету карт. Ясно. Жители там написано, да? Так, а как мне мою-то графу эту убрать, а? Я так и не понял. А вон и наша курочка сидит. Видите, да? В конце этапа. Ну что же, погнали за ней. А он кого? Взял тут эльфа какого-то, пирата. Ну, в общем, всякий сброд. Выходи, пушкарь. Да, точно. Он сделал себе небольшую соляночку. В плане ботов, эльфов. Ну и пиратов, естественно. Так, ты успокойся, пожалуйста. Мне здесь начинаешь тут свои шары гнилые раскидывать в меня. На-ка. Пират на удар слег. Так, в общем, я думаю, здесь уже победа за нами. Я это говорю вам авансом, потому что я в этом уверен. Так, отдохните все. Мухобойка, а? Так, ну что, парнишка, как тебя там звать? Большой, плохой, большая плохая энергия? Отдохни. Победа за нами. Так, ну что же. Довольно все пока легко и просто. Даже как-то немножечко скучновато. Ну да ладно, надеюсь, что это только на начальных уровнях. Так, поехали. Тут у него два эльфа уже. Плюс гоблин. Ну и старый дряблый дед-лучник. Зачем они его сделали дряхлым дедом? Могли бы какую-нибудь красавца сделать. Богатыря, да, с луком там. Типа садко какого-нибудь, да, или ясный феникс. Нет, они взяли какого-то старика, у которого ручонки дрожат. Он одной ногой, извините меня. На аэродроме, блин. А второй здесь до сих пор что-то делает. И все еще идет и стреляет. Я не знаю, почему они именно так придумали. Ну, да ладно, не соль в этом. А в том, что мы практически все добрались до нашего врага. И начинаем его ковырять. Разбирать потихоньку. Давайте, пошли, 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 пошли. Всей ордой, всей горьбой. Крот, давай не подведи. И хотя ты даже уже и не дойдешь, как мы его шлепнем. Так оно и получается. Но давайте мне хотя бы уровень пятый, там седьмой. Я не знаю, я чувствовал как бы сопротивление какое-то со стороны врагов. А то прохожу как в детском саде, елки-палки. Так, что тут еще за обновление пошло? 12 мегабайт. Не понимаю. Так, вот видите картинка, да? Мы бежим всей ордой за этой курицей. А это, как говорится, не курица, а какой-то маг, который что-то там намудрил, напутал. В общем, перехимичил. Так, что? Ага, загрузочка у нас идет. Так, ну что? Вроде бы укрепляется, укрепляется оппонент. Начинает уже более-менее таких юнитов выбирать. Приличных, так скажем. Так, крестьянин отдыхает, лежит. Так, тетка на тетку. На-ка. Так, ну у меня пушкарь прикроет, поэтому я даже тут не волнуюсь. Хотя он тоже вызвал себе пушкаря. Смотрите. Орка с пушкой. Да, сделай. Ого, ты смотри-ка что. Какой продуктивный. Он начал в меня молнию щупить. Но это ты зря. Ну-ка, тетушка, дай-ка ему прикурить. На. Улитка, отдохни. А это что за помойник там вышел? Я не могу понять. Что-то даже и пикнуть-то не успел. Только задерывался как паралитик и помер. Все, разобрали мы. Ай-мады. Ай-мады. Дис какой-то. Ну и название у них, а ребята. Так, с очередной нас победой. Ох, синий сундук. Мы получаем 8 карточек тетушки, которая любит, видимо, блинчики. А может быть еще что получше. Так, а здесь у него эльфы. Так, я смотрю, шамана он взял. Опять этого робота. Двух роботов. Ладно, ладно. Так, давай, пушкарь, пошел. Так, против механических кто у нас пойдет? Наверное, можно было бы, конечно, тетушку вызвать. Она как бы поэффективнее. Она вообще эффективна против всех. Ну и кактусенок тоже дает прикурить. Так, давай. Нет, смотрите-ка. Кактусенок против робота не очень катит. Ну вот моя тетушка с блинами пошла и сейчас будет всех приголубливать. Так, ты-то там что со своей перчаткой? Иди отсюда. Нечего тебе здесь стоять. Так, этого робота надо срочно, срочно разобрать. От кого идет подхил? А, ну вон, это мой петушок, этот бегает. Мой петушок. Это что говорит? В общем, существо с этой, с пробирочкой. Вы поняли, я надеюсь, да? Так, ну ладно. Все, мы что-то как улитки идем, ползем. Но, тем не менее, Микман погибает. Сейчас он погибет. Он остался жить буквально на ползатяжке. И все, победа за нами. Критическим хитом мы его добили. Паяц с победой нас. Так, мои награды, естественно. Мы получаем одну карточку крестьянина. Да лучше бы вообще мне не давали его. Он мне не нравится. И, я думаю, не пригодится. Так, очередной бой. Кто у нас тут? Крестьянин. Друид. Он зря время не теряет. Вызывает на меня крота своего, да? Хорошо, давай, амбал. Пошел. Крестьянин, забегай с тыла. Как говорится, вилкой их, вилкой. Так, молодец. Ну, добьешь? Должен же добить. Молодчага. Крестьянин завалил крота. Это нечто. Видимо, до того они здесь ватные. Так, отдыхайте. Крестьяне. Ну что, в принципе, уже добра... Друид, ну что ты там выплясываешься? Я не могу понять. Ты слишком слаб. Сейчас ты упадешь. Нет, смотрите-ка, он подхиливается. От кого только, я не могу понять. Все, это уже не столь важно. Мы прошли этого маленького... Как там его звали? Маленький какой-то там бздун, короче. Мои награды. И я получаю одну карточку крестьянина. Что вы какое-то фуфло мне суете? То крестьянина, то еще кого-нибудь. Так, с хрумкой их всех. Я не хочу никого хрумкать, тем более за 269 рублей. И это тоже не надо. Да что ж вы начали мне сюда донат-то свой влепливать? Не хочу, не буду. Отстаньте. Так, у меня очередной бой. И это Момобой. Момобой. Ну и название. Елки-палки. Так, эльф. И всякие там прочие существа. Ладно, мой амбал сейчас им покажет, почем фунт лиха. Давай, курочка, выбегай, петушок. Нет, как-то все на худшем будет. Так, приступаем. Крестьянин, ты хорош там. Чего он там бедный на коленочки-то упал? Так, ручки только кверху. И скрестил их на груди. Ну, в общем, понятно. Отдал свой дух. Ладно. Ну, особой трудности я здесь не вижу. Выставляю всех, кого могу. И в конце концов, Момобой погибает. Так, отлично. Так ему и надо. Мы с вами побеждаем и переходим на следующий уровень. Получаем награду. Так, мне еще буквально одного крестьянина. И я смогу его проапать. Что же, хорошо. Пускай будет так. А здесь, что он тут набрал-то, я так и не понял. Давайте глянем, что у нас с картами. Так, тетушку можно проапать. Все, что ли, больше не могу? Да, больше не могу. Так. А кого можно здесь, ребята, поменять? Давайте мы поменяем как тусенка. Только вот на кого? Тебя тоже, к сожалению, нельзя улучшить. Да как там вниз-то у нас это... Как сказать? Так, а это что у нас? Лига любителей курят? Странная лига. Такой я не помню почему-то. Воу, воу. Так, крестьянин. Один лишь сволочь крестьянин торжествует. Пускай стоит он там. Ух ты, сколько здесь, ребят, на самом деле, этих леди магица. Так, улучши любого героя из фракции жителей 222Х, чтобы открыть этого легендарного героя. Да вы брякнули, что ли? Это... Жизнь надо тут положить, чтобы настолько его улучшить. А вот молнию я могу улучшить. И это хорошо. Правда, честно говоря, я ей не любитель пользоваться. Ну-ка, крестьянин, давай-ка, наверное, тоже апнемся чуть-чуть. Дедок Аркинсон. Дедок Аркинсон. Так, давай еще немножко апнемся. Так, это чтобы мне получить один ап. Ух, да, мне очень-очень много надо сделать. Это чтобы получить только лишь вторую звезду. Да, действительно, ребята, не обманули. Все так и есть. Много апов, много апгрейдов. И много новых юнитов. Я сам в этом убедился. Ну что же, продолжаем, ребята, продолжаем. Маленькая девочка. Почему он так себя назвал? Литл Герл. Ладно, хорошо. Иди отсюда, тролль. Так, вот роботы мне не нравятся. Никогда я их не любил. Точнее, я люблю, когда они на моей стороне дерутся. Но никогда против меня. Так, давай-ка, кактусенок, задай-ка им там жарку. Ага, он вызвал даже этого, робота-пушку. Ну, как видите, долго он не пострелял. И даже танцующий шаман там вам не поможет. Это я вам говорю. Так, тетушка, дай-ка им жару. Что это за машина такая стоит? Я не могу понять. Ага, это типа телепорта, что ли, да? Ну, извините, придется ее тоже уничтожить. Она взорвалась. Все, мы подошли к Литл Герлу. И начинаем его разбирать. Все разобрали. Он издал дух. И мы побеждаем. Нас с победой. Переходим в следующий уровень. Ну, вначале заберем награду. Да что ж такое-то? Этот дедок все идет и идет к нам в руки. Так, десятый уровень. Это последний. И мы ловим с вами курочку. Ну, естественно, мы ее не поймаем. Она, как обычно, ныряет в телепорт. И мы за ней, соответственно, тоже. И тем самым переходим на следующий этап. Ладушки. Так, крот, отдохни маленько. Как вот, я не могу понять. Как крестьянин может завалить крота? Крот по своим... О, кстати, а это кто у нас такой? Таких я не помню. С деревянным мечом? Какой-то уборщик, мусорщик. Я даже не знаю, как его назвать. Идите отсюда все. Нечего вам здесь делать. Дед, ступай. Вот где. Как говорится, с миром. Так, давай, петушок, беги. Так, крестьянин. Вот это хорошо. Да что ж он там делает-то? Он прыгает у нас и бьет мечиком. В принципе, какой-то он ватный. Все равно, как ни крути. И кроты его ватные. И вообще его звать Умпа-Лумпа. Умпа-Лумпа. Да, кстати, немножко надо сделать здесь в этой игре небольшой нюансик. Я хочу заменить свой кофе. Мне не нравится эта картинка. Дурацкая, если честно. Я похож на тех идиотов, которые... Как он? С правой стороны. Картинка моего оппонента. Новый. Так, это какой-то у нас гоблин-хиллер. Да? Я так понимаю. Ну что же. Это хорошо. Ну вот мы достигли. Ну не смотри на меня. Давай вперед. Ну это понятно, что вперед. Слови курицу. Вы, как всегда, меня разводите, ребята, да? Твои награды. Что я получаю? Новый. Вот он. Вот он. Это тот дедок, который нервировал меня. Прыгает с деревянным мечом. Ну что ж. Давайте посмотрим. Увеличим деньги. Замечательно. Я получил свою награду. Так, ты открыл новую главу 2. Как это я открыл новую главу 2? Это что, только первая глава все была? Сколько я в нее играл, это все только была первая глава? Ёлки ты палки. Ну ладно, хорошо. Так, давайте поехали. Кто у них тут? Так, кактус, крестьянин и так далее и тому подобное. Амбал, давай на выход. Так, 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 так. Тихо, тихо, тихо. Тихо, гоблин. Ну, отдохни маленечко. Что-то разбежался-то куда-то. Так, он взял тоже себе кактусенка. Значит, будет у нас кактус против кактуса. Это самый хороший вариант. Но почему ты так слабо бьешь, а? Кактус, ты же вроде как должен там строчить, как из пулемета. А ты там... Даже не заметно, что ты вообще что-то делаешь. Так, ну что? Мани лакер, все. Попал. Не, ребят, действительно, ну что-то какие-то они ватные, а? Я не знаю, почему. Но вата в ватой. Прохожу на одном дыхании. Ни одного достойного соперника пока я еще не увидел. Так, похоже, кому-то нужна помощь. И кому? Набег на деревню. Так, заработать золото. Показать. Показать. Молодцы, показали мне донат галимый. Зачем мне это нужно? Кому-то плохо. Мне неплохо лично. Мне очень даже хорошо. Не надо мне ничего. Давай закрываем это. Побег на деревню. Набег на деревню. Не, не, ребят, вы меня на это не разведете. Свои хитрые эти оставляйте кому-нибудь другому. Так, ладно. А мы, ребятушки, переходим ко второй части. Точнее, ко второму бою. Что у него тут? Эльфы. В общем, вся эта старая погонь. Ну, единственное, что у него здесь самое мощное, это, наверное, крот. И все. На-ка, выкуси. Так, крестяшка мой пошел. Пошел. Вместе с кактусом. Это уже будет, знаете, когда весело, ребят? Когда будет глава 3-4. Вот там, вот там. Там нам дадут, ребятушки, прикурить. Вот, поверьте мне, по полной программе, потому что там будут уже проапанные... Ох ты, ты хорош так шутить-то. Проапанные мобы у него будут. А мы пока доберемся до этого апа. Пройдет целая вечность. Потому что здесь любители подонатить. Соответственно, на халявку ничего нам не достанется. Так, ну да ладно. Это мы все потом решим. А сейчас мы... Опа-на. Как-то, как-то, по-моему, пошло немножко не так, как и хотел. Ну-ка, выходи, крестьяшка. Давай этого... Надо же, они завалили моего амбала. Ну-ка, крот, давай-ка устраивай нам карнавальную ночь. Да, кстати, при апгрейдах они очень сильно хорошо изменяются и довольно красочно смотрятся. Вообще-то сейчас они какие-то нелепые, да? Невзрачный кактус какой-то там непонятный. Непонятный зеленый гном. Утыканный какими-то белыми иголками. Или этот амбал, да? Какой-то с бочкой. Я даже не знаю, как его назвать. В общем, все пока очень невзрачно и некрасиво. А потом все будет довольно прекрасно и солидно. Так. Ну что такое? Муген. Муген 88. Так, ребята, я чуть-чуть не продинамил. Орк бил уже моего героя. Пока я тут рассматривал все эти картинки. Но, тем не менее, мы победили. И получаем что? Получаем пирата. Ну, я называю его пиратом. Новый уровень. Поздравляю нас, ребята. У нас новый уровень. И это меня радует. Ух ты, классно. Да, это действительно классно. Только о чем ты? Ты исполнил все задания в этой главе. И теперь на конце получишь больше награды. Почему? Потому что прогрессивная внутренняя мотивация. О чем ты, братан? О чем ты? Ну что ж, дорогие мои друзья. На этой ноте я буду заказчивать это видео. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Будьте всегда в курсе событий. Ну, а мы увидимся с вами в следующей серии. До скорого, ребята. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok